Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на то, что появляется на продаже. Хотите ничего не пропускать? Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а еще буду вам безумно благодарен за лайк под данным видео. Вам это не стоит абсолютно ни одной копейки, а для меня это существенный вклад в развитие моей мечты на платформе YouTube. Ну и в сегодняшнем коротком видео мы поговорим с вами о ПТшке, которая, наверное, является параллельно с тем обладателем самого странного названия в нашей игре, а именно Конона Ягды Панзера. Данная ПТха, я бы сказал, является одной из самых худших по геймплею и одной из самых неприятных для игры среди ПТ-водов. И тому есть ряд пояснений, в то же время есть обоснование моей личной, опять-таки, субъективной позиции, поэтому не судите строго. В отношении стоимости данной ПТхи я могу сказать честно, 6500 это нормальная цена для данной ПТшки, исходя из того, что это все-таки ПТ восьмого уровня, и, возможно, ваших рук хватит на то, чтобы реализовывать ее потенциал. Потенциал, в принципе, в ПТшке есть, но его не так уж и много, и он, в принципе, увязан в крайне малое количество показателей, благодаря которому этим потенциалом ПТшка и обладает. Набор не считаю каким-то очень жирным. Да, вы действительно получаете приблизительно на 3,5 миллиона серебра открытое оборудование, получаете икс 5 в количестве 20 штук, но проверьте мне на слово, на Койноне Ягдепанзере вы не совсем качественно сможете реализовать данные иксы и особо много элитного опыта вы не поднимете, а легендарным внешним видом машина не обладает, поэтому сюда положили вот такой вот внешний вид, который можно встретить на любом другом танке, особенно восьмого уровня. Поэтому сказать, что вы будете ярко выделяться в боях, я, к сожалению, тоже не могу. Ну и, соответственно, слот в ангаре, как без него, и, как мне кажется, абсолютно никому не нужный аватар. Но в то же время, повторюсь, 6,5 тысяч голды это вполне нормальный ценник сугубо для восьмерки. Почему я говорю о том, что Койноне Ягдепанзер далеко не самая приятная машина в игре? Да, потому что, ребят, данная тачка обладает далеко не самой лучшей живучестью. Брони в данной тачке нет абсолютно, то есть ее прошивают везде, полностью, всем, что только может быть не только у восьмерок, но и у семерок в том числе. По бортам, если говорить без приведенки, 30 миллиметров, а значит фугасы сюда залетают просто-таки на ура. В отношении кормы, здесь еще более приятно, 15 миллиметров, снизу 15 миллиметров, ну и затылочек рубки 20 миллиметров. Все, ребят, танковать просто нечем. В отношении кумбашин, да кому они, в принципе, нужны со своими 75 миллиметрами, если верхний бронелист с приведенкой имеет всего лишь 110 миллиметров, а нижний бронелист имеет с приведенкой 74, а в прямой проекции 50. Короче говоря, в данную ПТ-ху, в принципе, сводиться даже не надо, этого достаточно для того, чтобы наносить ей урон каждый раз, как только вы что-то отправляете в ее сторону. Даже если вдруг вы пытались ворону сбить палкой, промахнулись по вороне, попали по Конон-Ягдепанзеру и нанесли ему какой-никакой, а все-таки урон. Теперь поговорим в отношении позитивов. Позитивов является ДПМ в 2770 единиц, которые действительно сложно реализуемы, но в целом, если постараться где-нибудь на дальних расстояниях, то на как стрелять за бой какое-то количество урона вы все-таки сможете. По пробитию 255 миллиметров, один из лучших показателей на уровне, и это действительно радует. Альфа 350 единиц не является самым классным показателем на уровне, я бы сказал, находится где-то в средняках, но в целом играть можно. Также стоит отметить, что существенным позитивом машины является, во-первых, скорость времени сведения орудия, разброс орудия, ну и, наверное, самой классной фишкой машины является очень бодрая подвижность и маневренность. 55 километров вперед и 20 километров для того, чтобы откатиться назад. А вот теперь, ребят, самая огромная ложка дегтя в той бочке якобы меда, о которой я только что говорил. Процент по победам. Здесь в таблице представлены все коллекционные премиумные танки 8 уровня. Ну а точнее премиумные коллекционные ПТшки. И вот обратите внимание на процент побед. 49 из 7 десятых. И это с учетом того, что нет ни одного представителя класса ПТ из коллекционных и премиумных машин, у которого уровень по количеству побед в процентах был бы ниже. Да, есть некоторые машины, которые, ну я бы сказал, граничат с этим показателем. Это, допустим, тот же самый Тортл МК-1. Популярность машины 119 игроков за последнее время. И машина нудная, поэтому мало кто любит на ней играть, а разбирают ее очень часто, потому что многие игроки забывают о том, что борта подставлять невозможно. Но там хотя бы во лбу броня есть. А в этой машине брони нет абсолютно. Опять-таки повторюсь, я высказываю исключительно свое субъективное мнение и говорю откровенно по данной машине. С учетом того, что она есть у меня, я периодически на ней как-то выезжаю. Сам не знаю зачем, просто для того, чтобы не пылилась. И вообще, данную тачку, вот в этом внешнем виде, с вот этим вот дурацким обвесом, эмоциональный прожектор, который сзади не виден абсолютно, я приобретал себе вообще за 20 тысяч золота, когда данная ПТХа появилась на продаже. Жалею до безобразия до сих пор. Ну что, берем ПТХу и поехали попытаемся хоть как-то ее реализовать. Ну что ж, друзья, давайте попытаемся сделать что-то бодрое на этой ПТшке. В отношении подвижности и маневренности, как я говорил, в этом основной плюс данной ПТХи. Здесь цепляться не то, что ни к чему, ее хочется за это только хвалить. Она действительно очень комфортно играется и вопросов по данным показателям абсолютно не возникает. Также стоит отметить, что угол поворота орудия вправо-влево более чем достаточен для того, чтобы не доворачивать корпусом в большинстве своем игровых ситуаций. Ну а даже если вы доворачиваете, то это несущественно влияет на ваш круг разброса, ну и, соответственно, несущественно много времени занимает на то, чтобы вы пересвелись в кого-нибудь другого. В отношении того, чтобы выцеливать кого-то, стоя за какими-то укрытиями. Угла склонения орудия больше, чем достаточно. Орудие находится, ну, прям в самом начале вашего корпуса. Ну и, соответственно, как только вы вот так вот выезжаете, вашего угла склонения орудия достаточно для того, чтобы можно было кого-то выцелить. Сейчас попытаюсь это показать. В общем, в этих вопросах проблем абсолютно никаких не наблюдается. А вот в отношении брони и живучести, как я говорил, тачка, ну, далеко не самая лучшая. И вам, играя на данной ПТ-шке, придется в основном крутить в голове одну и ту же мысль, которая меня лично постоянно раздражает. Как мне выжить? Как не попасть в засвет к своим соперникам? И как сделать так, чтобы то, что они в меня отправляют, пролетало хоть каким-то образом мимо меня? Хотя порой достаточно, чтобы кто-то рядом с вами просто чихнул, и в целом вы уже получаете урон. Именно этим мне эта ПТ-шка и не нравится. Нет, я понимаю, что ПТ-шка не обязательно должна быть забронирована, как тяжелый танк. Я понимаю, что не все ПТ-хи должны иметь супер-живучесть. И в некоторых машинах то, насколько машина живучая, точнее, то, насколько она тяжело переживает те или иные игровые ситуации, является расплатой за ваши какие-то умопомрачительные показатели по другим техническим характеристикам. Но в данной ПТ-шке этого просто нет. Ну вот просто не за что платить. Платить за что? За условную скорострельность? Ну не знаю, может быть, и то опять-таки находясь только на дальних расстояниях. Если у вас пылкая натура такая, как у меня, и вы не можете весь бой простоять где-нибудь втихаря в кустах или за каким-нибудь домом, отъехав от своего респа градусов эндек на 15-20 вправо-влево и протянувшись вперед максимум метров на 25, то, наверное, данная ПТ-ха вам не подойдет однозначно. Могу ли я сказать, что данная ПТ-ха абсолютно не стоит внимания вообще никакого танкиста? Нет, не могу, потому что на каждый танк свой любитель, на каждый товар свой покупатель. И, возможно, среди вас найдутся те ребята, которые будут писать в комментариях по поводу того, что да нет, ГСН ты гонишь, Конон и Ягдепанзер все-таки очень классная ПТ-шка, просто у тебя к ней рука не лежит, или ты не умеешь играть именно на данной ПТ-хе. Но мое скромное мнение, из всех танков, а точнее ПТ-шек, предложенных на 8-м левеле, я бы выбрал себе что-нибудь однозначно другое. Я бы, допустим, с удовольствием взял себе того же самого Джисора, я бы с удовольствием взял себе ТС-60, я бы взял себе, в конце концов, любую другую ПТ-шку, которая обладает практически такими же показателями по подвижности и точности, ну, допустим, того же самого Скорпиона. Да, там немножко другой геймплей, есть поворачивающаяся рубка, и кто-то скажет, что я, в принципе, склонен играть на ПТ-хах с поворачивающейся рубкой, но будем говорить откровенно. Тот же самый Ягдтигр 8.8 доставляет мне большее количество удовольствия. Однозначно, СУ-130ПМ гораздо интереснее, чем канона Ягдепанзер. Если мы будем говорить с вами непосредственно о ПТ-шках Германии, то из всего того, что здесь предложено, по крайней мере, в моей коллекции, повторюсь еще раз, я бы лучше взял себе Скорпиона, хотя и его считаю довольно сложным к реализации аппаратом в нашей игре, исходя из размеров, ну и, соответственно, полным отсутствием брони. А вот канона Ягдепанзер меня очень сильно смущает, потому что имеет те же самые показатели по живучести, но при этом всем он еще и не обладает поворачивающейся рубкой, которая позволяла бы более качественно отыгрывать и более быстро реагировать на изменения в боях. Это было мое абсолютно честное мнение по поводу данной ПТ-х, и, как я уже сказал, если вдруг вы хотите себе выбрать одну из двух ПТ-х, которая находится сейчас на продаже, то лучше доплатите 500 голды дополнительно, это всего лишь 10 дней просмотра рекламных роликов, спортивных устройств, но возьмите себе Джессора, на котором вы будете получать гораздо больше удовольствия, нежели на канона Ягдепанзер. Если вы со мной согласны или не согласны, в любом случае пишите свои комментарии, я их с удовольствием почитаю. Только убедительная просьба, не используйте матерных слов, потому что в таком случае я буду вынужден удалить ваш комментарий, даже если для меня лично он будет нести позитивный характер. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.